друзья всем привет из нашего жаркого ужасно жаркого южного сада я приглашаю вас на прогулку в которой покажу вам как цветет мой сад какие новые растения я посадила что нового придумала в общем жара нам не помеха пойдемте гулять конечно сейчас самое эффектное время в саду потому что цветут болотные гибискусы они с такой вот огромный красивый массив цветущий невероятно здорово это все дело смотрится украшение конечно прямо ну моего экзотического сада можно так сказать обожаю их просто великолепные по уходу по посадке очень неприхотливое растение вообще главное чтобы у него был полив это вот самое самое основное что еще могу сказать в полутени чувствует себя тоже очень даже неплохо рано утром открывается цветок прекрасно в хорошем состоянии он держится практически до вечера и на следующий день уже вот такая картина цветок поникает и концу дня вот получается около суток держится сам цветок но за счет того что бутонов очень много цветет он обильно создается вот это ощущение полно цветущего куста но вот по времени цветения ну наверное около недели дней десяти идет обильная прямо такая первая волна цветения потом я вот эти все отсветшие убираю обрезаю и через некоторое время он выгоняет ремонтантное цветение но уже не такое обильно и ну вот дней наверное десять вот сейчас даже посмотрим в прошлом видео уже показывала начал цвести вот это вот цветочная цветущая феерия в саду смотрится бесподобно особенно друзья когда их много и разные на контрасте вот здесь сейчас цветет открылся уже хорошо такой вот такой наверное фуксиевый цвет такой темный он даже не красный не бордовый он такой темно-розовый бесподобно тоже ну обожаю свои гибискусы поэтому не могу это не повторять тысячу раз вот такая красота друзья у меня был вопрос от подписчика катя почему вы каждый раз проходите мимо пине и не показываете ее я честно за нее забываю иногда пробегаю ну вот по просьбам обязательно решила показать вот так вот выглядит пине растет она у нас уже третий год в саду приобретали ее совсем маленькой малышкой у нее уже вот эти вот первые веточки которые были вот они внизу такие с короткой хвои голубой они уже вот заменились на вот такие вот полноразмерные ветки вот с верхушечной почки ее прирост этого сезона вот такие шикарные ветки когда сажала думала вообще это такой эксперимент думаю будет она не будет расти читала что у нее минус 14 и и порог но переносила она и минус 20 кратковременно и минус 16 вот как я ее забываю показать я ее и закрыть забываю то есть она вот в принципе на самовыживание прекрасно себя чувствует и нарастает ну посмотрим время покажет зимы теплеют у нас количество зимующих экзотов увеличивается это конечно нас радует будем за ней наблюдать друзья продолжает цвести эхинацея в саду чтобы вы понимали насколько долго цветет эхинацея уже наверное точно больше месяца так вот и в пазухах выгоняет новые вот они новые будут цветочки новые бутончики ну долго долго ничего не могу сказать клён гарнет десектом гарнет вот смотрите цвет листа довольно яркий практически без зеленых вкраплений конец июля то есть делаем вывод гарнет практически не зеленеет в осень вообще уйдет ярко-ярко-красным сейчас начинает уже практически вот-вот раскроет цветочек морщине столистная калина это будет ее первое такое активное цветение в саду вот такие красивые у нее соцветия очень хорошо загущается каждый раз говорю что она очень хорошо прирастает так сильно эффектно красивое растение с учетом что она еще вечно зеленая и хорошо зимует быстро создает вот этот красивый объем в саду поэтому сажаем не боимся великолепно смотрится быстро растет и практически никакого ухода она не требует по кормежке сада вот я иногда получаю такие комментарии от вас ветер был смотрите даже по отрывала некоторые листья что вот лучше ты рассказала чем ты кормишь как ты там стрижешь как ухаживаешь за садом дорогие мои друзья я говорю каждый раз я практически ничем не кормлю свои растения у нас очень богатая почва это черноземные почвы мы не в песке нам не нужно вот эти полезные вещества здесь можно наоборот перекормить пересолить я при посадке в некоторые растения добавляю биогумус и осмокот вот по моей кормежки чем я кормлю вот этим кормлю осмокот пролонгированный кто любит там как магнолий например покушать я добавила по посадочной смеси если у вас растение кислотник если вы ему не закислите то хоть чем вы его кормить она не усвоит главное соблюдать вот этот паш режим почвы и будет вам счастье в саду друзья по банану вот огромные хорошие приросты большие уже листья но вот видите несмотря на то что мы и на берегу реки живем и полив у меня постоянный и вода в принципе близко вот я думаю что вот эти вот края сушеные края это вот все таки как то вот он на жару на вот эту сухость реагирует мне кажется в полотене вообще бы прекрасно он себя чувствовал хотя постоянно его поливаю проливаю ну вот сталкиваюсь с тем что края иногда подсыхают продолжает свести вигела мне вот нравится в этом году вигелы очень активно цветут ремонтант на не так обильно как первая волна цветения но все равно это выглядит довольно прикольно такие небольшие колокольчики видел и стригу стригу сразу после цветения вот веточки отцветают я их обстригая не закладывает новое цветение если вы хотите сформировать куст то режьте не бойтесь ну какое-то вы цветение может быть и потеряете но зато вы сделаете свою форму которая вам нужна и через некоторое время она все равно у вас обильно зацветет давно не показывали вам наш бук триколор вот на сегодняшний день конец июля как выглядят листики выглядят они хорошо они не обгорели не пригорели он в тени здесь листик некрупный вот такие небольшие листики белая вот это его варегатность розовая вот она по краешку я видела экземпляры конечно где лист полностью там до середины вот так красиво разрезан все но вот выглядит на сегодняшний день вот так ну жизнь не понемножку прирастает и слава богу друзья в этой вот зоне у нас растет кедр ляфонтейн кедр ливанский ляфонтейн посадила я его ранней весной вот на сегодняшний день как он выглядит дал молодые приросты красивый цвета кедра красивая хвоя рядом растет наш злак прошлогодний каково африканская проса или черная принцесса в общем в этом году я его подсадила очень быстро злак этот набирает свой размер очень быстро прямо можно сказать месяц и он уже взрослое растение и вот в этой зоне цветет сейчас розовый болотный гибискус очень большие цветы огромные наверное вот знаете мне кажется он самый крупный по цветку из всех сейчас цветущих в саду гибискусов вань положи руку на контраст на цветок чтобы видно было насколько большой цветок вот они такие огромные ты наверное даже выбрал не очень большой есть крупнее но смотрится эффектно потому что идет такое рассеивание от вот этой вот темно-красный такой алой серединке по как веночкам расходится этот розовый цвет смотрится красиво друзья у нас на юге продолжают цвести лагерстремии индийская сирень очень красивое растение в единственный шаль что листопадная но когда они начинают цвести это такая феерия вот это лагерстремия наверное уже около четырех лет растет у нас в саду зимует она великолепно тоже много комментариев по уходу как выращивать лагерстремию в саду я сажала самую обычную нашу кубанскую землю чернозем ничего я ей не добавляла я вот как сейчас помню что просто сажала поливала любит обильный полив вредителей на ней особо никогда так и не замечала чтобы прямо ее там кто-то из жирал или она чем-то болела нет такого тоже нет ну полив она любит честно у нас вода близко и вот растение которое хорошо себя чувствует и хорошо нарастают значит они в принципе водохлеба сорт такой я бы не сказала что знаете сильно удачный есть вообще вот такие огромные метелки огромнейшая на этой метелки не сильно крупные сейчас даже опущу покажу вам сравнений вот с рукой со своей видите то есть не сильно крупные метелки ну очень яркая очень обильно цветущая зимует она у нас как я связываю ее в один пучок связывайте обязательно чем-то мягким чтобы не нарушить кору и беру утеплитель евро утеплитель для труб большой вот такой самый толстый я его раскрываю и надеваю просто на этот ствол температура внутри этого евро утеплителя такая же будет как и снаружи то есть он не греет друзья все что мы закрываем и закрываем просто от ветра чтобы убрать вот этот эффект знаете как вот сухая заморозка в морозилке в холодильнике когда вот она выдувает его все чтобы не иссушала великолепно она в таком варианте зимует потом весной я обрезаю в этом году убрала вообще все веточки снизу потому что она таким шаром росла огромным и вот все остальные я застригла вот наверное сантиметров по 15 оставила она выпустила молодые вот эти ветки цветет она на побегах текущего года вот то есть ветки которые она выпускает а я вот говорю вредителей на ней нет она не какая-то гадость бегает клоп что ли черный вот это вообще проблема дня этот черный клоп многом не пишет тоже люди нападают везде такая гадость там не выведешь в общем на побегах текущего года чем сильнее обрезали тем больше получили цветение и вот любимейший мой карликовый куст лагерстриме без сорта друзья не знаю к сожалению сорт ее миллиарды сортов просто миллиарды чаще всего покупаем либо цветущую либо потом смотрим что у нас получилось темно-темно розовый цвет очень большие сами по себе метелки и приятный компактный размер то есть растение которое вырастает на метр-метр-двадцать и обильно цветет здорово красиво а вот здесь вот внизу смотрите какой симпатичный берисклетик посадила это берисклетик форчина орликин он очень ярко проявит свою окраску на полном солнце если будет расти в притенении то у него сразу вот этот вот оттенок листа будет слабее выгоняет вот повторное цветение будет у нас еще цвести здесь еще одна вигела карликовая вот расцветает уже ли отрезка лосковая цвела сейчас вот такие вот щеточки стоят а рядом посмотрите как красиво в этом году нарастает бамбук варегатный карликовый бамбук вот они такие яркие яркие уже красивые листики у него здесь хвощ у меня в горшочке а здесь начинает выпускать вот один из самых ранних видимо сортов вот этот мискантус у него колосок будет розового цвета и вот он уже начинает выгонять свою щеточку красивую здесь гортензия цветет я в этом году прямо не на радуй что она у меня так сильно не сгорает как-то видимо все-таки микроклимат подобрался для нее более-менее удачный потому что на юге горят гортензии просто нещадно так потихоньку подошли к еще одному болотному гибискус у очень красивый растет он больше всех в тени он у меня в этом году хлорозит но здесь у меня такая проблема знаете у меня собаки протоптали прямо через этот гибискус такую ослиную тропу в общем вытоптали и он конечно настолько уплотненной земле взошел я боялась уже сильно его тут рыхлить в общем он стрессе нужно сделать обработку от этого хлороза очень красивый цветок такой вот средний розового цвета у него тоже окрашенная сердцевинка в красный но за счет этой яркости это сильно в глаза не бросается и лист такой как гофрирован и у цветка очень красивые вот потихонечку подошла и показываю вам куда посадила свою секвою это секвоя вечно зеленая в прошлом году ее купила показывала вам говорила что любовь у меня к гигантским древним растениям в общем посадила и буду наблюдать укрывать не буду холодновато ей по идее у нас в нашей зоне ну будем смотреть как сможет она расти это огромная конечно гигантское дерево но она в темпе роста сбрасывает нижние ветви то есть выбирала место ей максимально закрытое от ветра такое более-менее утепленная то есть если она здесь поднимется у нее очень красивый ствол и уйдет куда-то туда в небо и будет расти будет замечательно знаете вот сейчас наверное полетят комментарии катя зачем вам саду такое гигантское дерево что вы с ним будете делать я думаю на мой век она таким гигантским не будет а потом дети вырубят в общем будем выращивать мне интересно любопытно особенно такие вот редкости такие удивительные растения и хочется обязательно попробовать как они себя ведут как они растут у нее энергетика у этого дерева вообще просто космическая какая-то вот он настолько вот передать вам не могу вот от нее с прямо трясет обалденное растение друзья рядом растет куст у меня нандины это нандина гольф стрим вот посмотрите как красиво хотя растет этот товарищ у меня в тени в полу тени тени вот как она красиво набилась и такой у нее лимонный оттенок с розовыми вкраплениями очень хорошо себя чувствует они у меня растут и на солнце и в тени эти нандинки что я вам могу сказать они любят полив обильный полив вот если вы пересушите нандину она отзовется вам очень плохо либо пропадет вообще либо будет выглядеть отвратительно вот самое главное чтобы они были политой и зимой тоже друзья в нашу зиму самое страшное для наших растений это вот эти иссушающие ветра вот сухове и вот эти зимние когда начинаются и температура допустим там плюс 3 плюс 8 и дует и дует этот ветер земля иссыхает поэтому контролировать нужно влажность даже зимой здесь у нас растет лимон друзья кто вот может мне помочь подсказать вот я не знаю что мне с ним делать что у меня не так вот смотрите как выглядит лист я его и пересаживать уже не ну боюсь сейчас из этого горшка потому что вот такие лимоны завязал видите какие вот что ему нужно сделать чтобы он лучше себя чувствовал хотя лимонов реально много я не знаю вызреют они или нет может у него листопад может нормально как бы но я не знаю вот листья много листьев желтеет сбрасывает и вот такой какой-то хлороз у него что к новым посадкам друзья сейчас покажу вам своя неугомонность вот это которая не дает мне расслабиться в саду эту зону показывали вам уже в прошлых видео что мы тут немножечко по пересадили ну вот сюда подсадила калина давида очень красивая вечно зеленое растение карликовая высота у нее будет до 60 ну до метра где-то примерно и около метра будет радиус скорее всего куста ну посмотрим лист красивый такой гофрирован и потом у нее будут вызревать синие есть ягоды такие славные в общем любитель я вечно зеленого сада посадила с кимию малышку вот она и вроде как получила уже удовлетворение довольная этой зоной все мне сейчас здесь нравится слава богу потом начинает вот так стоишь и что-то внутри вот свербит и думаешь нет не доделала друзья был у нас такой ураганный ветер просто страшный ветер и у меня развалило всю эту бедную мою каллу потому что она огромного роста огромные стебли и вот я ее быстро в день ветра завязала она продолжает выгонять новые цветы хочу сделать ей опору такую чтобы куст был не связанная просто держался тяжеловато каллы поливаю часто потому что очень они любят воду водохлебы такие друзья здесь в этой зоне посмотрите как красиво смотрится прирост у магонии вулкана такие красивые листики у нее такой средней толщины листик ну красиво и на контрасте вот рядом растет софт карос софт карос намного уже сам по себе лист она более тонкая вот они смотрятся вот так вот в этом плане немножко различаются дофнофилум друзья утром ночью вот если вижу его вечером когда прохладно у него так раз и все верхние листики поднимаются они прямо стоят наверх вот таким красивым пучком днем жарко ему в тени он их так раз и опускает в общем он прямо я смеюсь говорю как молится на прохладу только прохлада он раз такой поднялся красота ему друзья по клёну смотрите широсавану вот первые уже пошли вот эти вот термические подсыхает краешек листа но в целом выглядит хорошо это желтолистный клён вот видите в полной тени практически но лист все равно он не зеленый он такой получился с желтоватым отливом его видно что он желтый конечно если бы у нас был более мягкий климат и он бы рос у нас на солнце он бы был скорее всего ярко-желтым но на солнце он полностью сгорит смотрите как красиво заложили и много как бутонов самое главное заложили камелий это керли леди очень обильно заложила просто из каждой пазухи бутоны ну в принципе все сорта с бутонами вот это надо пересаживать у нее цвет листа мне не нравится горшок для нее маловатый у нее там уже видимо питание нет голые корни вот надо будет ее достать в этом году пересадить вообще камелии пересаживают в момент когда они начинают свисти в момент покоя зимы вот дозлинг пинк варегатная смотрите какие крупные бутоны у нее и цветок очень крупный просто огромный цветок хорошо заложила и которая в грунте заложила но у нее самый мелкий сейчас бутончик его практически не видно бутончиков много но вот маленький она приспосабливается мне кажется уже больше к нашему климату у нее будет более сдвинутые от цветения это радует сарка кока в горшке прет не по-детски вот такие огромные приросты красивое растение зимовала у меня сарка кока в теплице поэтому ничего не могу сказать не вымерзла и выглядит великолепно хотя знаю что в этом году у кого в грунте росли они прямо по подмерзали но не очень красиво они выходили из зимы не погибли но и красоты особенной не было друзья есть у меня еще одна новинка в саду сейчас вам ее покажу в прошлом видео друзья говорила вам что уже появилась у меня мечта посадить так содиум пив минаред видела его взрослые в одном обзоре на ютюбе и так он мне понравился что я не смогла его не приобрести и конечно расстраивалась вытаскивала его из машины сломала ему верхушку растение медленно растущие ну ладно думаю все равно запуститься видите какая у него мелкая очень красивая хвоя ну посадила уже потом подумала подумала вчера посадила уже придумала новое место пересажу в следующем видео покажу вам в общем вот такой вот красавчик вы знаете когда мы слышим про пив минаред что это карликовое растение это неправда вот кто себе посадил и думаете что у вас будет малюсенький малюсенький таксодиум нет даже не рассчитывать это будет довольно высокорослый красивый таксодиум не такой конечно огромный как обычные двурядные чем он будет в основном отличаться у него очень мелкая сама хвоя вот этот листик малюсенький но можно также стричь можно придавать формы нарастает очень красиво очень симпатично в общем но не малыш как пишут иногда на сайтах знаете дает такую информацию специально чтобы многие же имеют небольшие сады и не могут себе позволять допустим или бояться больших растений вот чаще сталкивалась даже что вот у людей есть такая боязнь гигантских больших каких-то деревьев и если будет стоять на сайте информация что это карликовое растение его будут более охотно и активно покупать поэтому часто мы получаем такую дезинформацию по поводу этих растений иногда мне приходят такие комментарии с просьбой расскажите мне подскажите я не могу найти информацию по этому растению когда вы ищете информацию забивайте название этого растения на латыни в поисковик и у вас обязательно выйдут скорее всего у нас же не так развита вот эта структура озеленения это со временем к нам приходит допустим европа или какие-то страны где эти сорта появлялись они уже есть большие экземпляры взрослые и можно найти информацию видеть как будет выглядеть это растение во все цветет нас болотник гигантский просто огромный я хочу подойти на контрасте вам показать этот размер этого куста вот если я сейчас сюда залезу и встану меня даже видно не будет вот настолько огромные ветки и обратите внимание что этого товарища красная кора это так декоративно смотрится такая прямо вишневого цвета красивая кора и розовый цветов обильно цветет растет в тени в полу тени тени выглядит от этого не хуже декоративность свою и количество цветения он не теряет видите группа получила здесь цветет гортензия бобо здесь бамбук как это несочетаемая в группе до казалось бы гортензии бамбука смотрится ведь как прикольно как эффектно здесь еще растет у нас плосковеточник очень мне нравится это растение раньше это называли туя ауре она она сейчас это причислили к другому немножечко виду плосковеточники очень густо набивается летом на солнышке ярко-желтенький он друзья потом буреет конечно он на зиму вот это вот единственные минусы когда растение вот эти туи все они буреют вот мне не нравится из-за этого но тем не менее очень красивый хорошо он плотно держится не надо его не стричь ничего он великолепен друзья здесь во всю пенисету мы же жирует уже такие у него красивые колоски воздушные темные я очень люблю злаки они вот эффектно в саду смотрятся в зиму я их не обрезаю они также красиво и сушеные стоят смотрятся закрывают ветер хорошо держат а потом весной вычищаю и выгоняют новые красиво смотрится здесь мой карликовый пузыре плотничек в динамике вы видите какой гигант уже ну красивый листик такой мелкий 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 цветочек у него меленький и в кара у него темненькая ну красивый контрастный красивый друзья здесь таксодиум каскад фоллс вот посмотрите как ему хорошо берег реки вода близко прет наш дружок и прет симпатичный потом такая будет капна красивая штамп утолститься поднимутся его корни будет очень славно друзья здесь еще сейчас подойду и покажу вам это крушина крушина ольхолистная тоже забываю есть много интересных растений которые я пробегаю иногда не показываю вам очень славный тонкий лист хорошо растет уже 10 раз пересаживалась она даже не стрессует вот она выгнала кстати бутончики будет свести осенью это крушина колоновидная она становится ярко-ярко-желтого цвета красивая но тоже растение листопадная она листопаде ты в зиму просто веточки просто деревце сумах вот такие уже шишечки у него плотненькие красивые листья прямо длинные огромные изогнутые сумах нарастает и нарастает вот сейчас пошла еще одна волна поросли приростов я их выдираю убираю и прекрасно с ним сосуществую друзья вы знаете вот недавно разговаривала и мне вот так резанула меня вот по поводу лавровишни вот мне говорят ой а я ее не понимаю а что в ней какая в ней красота в этой лавровишни слушайте ребята то во первых такое количество сортов на сегодняшний день и все они настолько разные интересны и плюс вечно зеленое растение цветущие цветет как черемуха очень красиво когда цвела у нас в этом году от тальюкин это было настолько красиво что знаете даже невозможно было глаз от нее оторвать сейчас показываю вам лавровишню сорт софия посмотрите какой красивый листик мелкий резной вот такое огромнейшее количество сортов вы знаете я видела живую изгородь из лавровишни лекарственной это тоже классно это красиво вы представляете вы приходите в сад зимой летом конечно смотрите какое буйство всего все цветет все в листьях все в колоритно этих оттенках а зимой что у нас на кубани что мы идем вот эти палочки торчат в садах вот оно все обсыпалось а лавровишня из вот этого неприхотливейшего растения дает вам вот это вот либо дерево вечно зеленая либо куст либо забор либо еще что это очень красиво у нас саду много сортов и мы сделаем может быть как-нибудь даже покажем вам обзор чем они отличаются как они отличаются но я люблю это растение она легкая свободная крутое короче тень держит и даже многие сорта лавровишни могут вообще корень в корень расти вы можете там я не знаю какому-нибудь полотану 50 сантиметров от дерева посадить эту лавровишню она будет на ура расти друзья здесь растет у нас магнолия грандифлора сорт альта вот смотрите динамика как она активно прирастает уже прямо хорошо приросла и продолжается рост почка вот она распускается и распускается красивый узенький листик мне нравится я формирую такой сад да есть и листопадные растения но когда большой массив вечно зеленых листопадные потом не так привлекают зимой к себе внимание друзья подошла вам показать здесь у меня растет калина это калина анна рассел листопадная калина вот сколько это калина заложила бутончиков будет активно цвести аромат этой калины просто великолепнейший такой белорозоватый шарик цветочек из много состоящих маленьких цветочков просто вообще обалденно я ее посадила себе для аромата здесь она притянена у меня кедром в какую-то часть дня получает полное солнце в какое-то время полутень но нарастает классно лист красивые будут когда зацветет будем с вами любоваться друзья здесь смотрите сколько ягод в этом году заложила пироканта очень много будет активно кормить птиц всю зиму не пропадут они у нас голоду на птицы любят пироканту прилетают периодически подъедают друзья здесь в этой зоне у меня тоже есть изменения зона укрывная здесь растет у нас брахи армата здесь я вам показывала посадила калистым он это карликовый калистым он чтобы его тоже на зиму укрывать это не зимующий он вымерзнет если его просто оставить еще не помягчал настолько климат друзья вот с этой стороны вот сюда я посадила карликовый желтый олеандр вот нужно сейчас обрезать его соцветия пусть он закущается и решила что будет здесь такое тропическая клумба пальма олеандр будет здесь калистым он все это будет так симпатично выглядеть выглядеть друзья арнатум клен смотрите вот арнатум сейчас зеленый полностью зеленый хотя он был такой красновато-оранжевый но красиво все равно смотрится лист чуть-чуть вот пригорает немножечко но в принципе держит растет в полу тени здесь еще в этой зоне у нас растет ногоплодник вот он шикарный вот он начинает активно еще расти будет фаза роста плотный стал лист такой очень красивый растет в полу тени хотя я слышала что он любит солнце но ему мне кажется хватает вот веточку кто-то сломал выглядит неплохо симпатично здесь же зеленая аукуба мы в прошлый раз вам показывали и вот здесь к слову о лавровишнях растет лавровишня сорт навита посмотрите какая красивая листья прямо светятся глянцевые такие шикарные крупные растет в полу тени выглядит неплохо здесь завязывается у наби нужно уже обрезать много веток дал я его вырезаю не сапиракан тупора пристричь развалилась развалюшка но вот показываю вам в целом все прекрасно что еще хотела вам в этом видео показать помните я вам рассказывала что я пересадила магнолию листопадную у меня сорт 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 как же сорт вылетела из головы наверное от жары в общем это подружка заложила бутончики в прошлом году не цвела что меня и простимулировала быстренько ее пересадить и вот после пересадки в каждой пазухе практически мы заложили бутон что в целом очень радует значит весной будет у нас цветение пожелаем нам мягкой и комфортной весны без возвратных заморозков да друзья друзья вае у брахи армата настолько в грунте набирают цвет она была прямо всегда голубая но сейчас она прямо знаете аж белесая с какими-то изумрудными оттенками очень красивая пока стояла любовалась обратила внимание друзья посмотрите как вырос можжевельник китайский кайзука вы понимаете насколько это быстрорастущий можжевельник вообще супер ну надо для сравнения вернитесь когда-нибудь по каналу прогуляйтесь посмотрите видео там два года назад как меняется сад и какие темпы роста у этих растений но я не знаю ты должна она уже в два раза вот таким я его посадила по моему года три назад вот так вот он вырос я его пристригаю вот здесь эти веточки которые дорожки он загущается а эти отпускаю чтобы он тут в вольном плавании раскрыл свою вот эту красивую невероятную форму здесь муж мула германская заложила много ягод своих вот этих фруктов в общем кушаем ее после морозов на вкус похоже как печеное яблоко либо можно ее осенью собрать в морозилку а потом размораживать и тоже кушать вполне неплохо друзья на здесь в этой зоне растет у меня магнолия грандифлора сорт голиаф в этом году ее посадила посмотрите она хорошо приросла хотя у нее тоже были такие подгорания ну знаете столкнулась вот грандифлоры в первый год вот когда они еще укореняются если они растут на полном солнце они подгорают могут молодые приросты подгорать это еще все знаете с чем связано вот эти растения которые мы получаем они в основном в торфяной земле мы ее сажаем и торфяная земля она быстрее испаряет влагу то есть мы его полили да но мы же этот торф никуда не девается он все равно вот в этой корневой вот этой лунки хоть мы там и своей земличкой присыпаем эмульчируем но когда вот наша жара вот сейчас вы выходили снимать еще посмотрел на градусники в тени плюс 33 на солнце я не знаю даже сколько в общем листики могут подгорать потом корень развивается он уже уходит в наши черноземы он уже как хорошо с ним цепляется и продолжает уже расти она перестает вот так на солнышке подгорать друзья здесь или агнус растет у меня очень активно он нарос растет он в полутени потому что здесь у меня альбиция сверху над ним все это дело притеняет поэтому он мог бы быть и поярче пожелтее но смотрится все равно очень эффектно один из моих любимых вечно зеленых кустарников в саду потому что яркий эффектный тропический вид у него активно нарастает набивается очень он засухоустойчив стрессоустойчив в общем я даже вам хочу сказать он больше боится мне кажется перелива чем недолива классные присматривайтесь сажайте себе выглядит обалденно можно стричь будет держать форму но вот такой вот лист яркий я наверное даже не знаю с кем его сравнить наверное даже в голову мне не идет очень красивый и лист самое главное у него не мелкий знаете вот бывает малюсенький листик бересклеты красивые все у или агнусов лист крупнее смотрится здорово мой любимый садовый дружочек кипарисовик виссель сагуара часто приходят комментарии что это за растение такое красивое это кипарисовик очень интересная мутация была на кипарисовик и висселе ее сохранили получился вот такой вот красавчик о очень узкий растут вот такие хаотически направленные вверх веточки ширина взрослого растения может варьироваться от 50 до ориентировочно метра но это все такое сквозное вот такими вот веточками у моего вот здесь смотрите две макушки смотрятся так смешно как будто у него такие антенки усики активно пошел в рост смотрите вот с верхушечной почки ну я думаю больше десяти сантиметров вот прирост уже верхушечный видите как хорошо то есть у него идет активный рост центрального проводника и понемножечку по чуть-чуть вот нарастают вот эти боковые то есть так они медленно а верхушечка идет ориентировочно я так думаю что у него будет три-четыре метра высота и вот так вот он будет себя красиво формировать с учетом что у него довольно толстый ствол красивая кора и невероятного цвета хвоя она такая темная изумрудная один из любимейших моем саду кипарисовиков очень мне нравится но тканец и не обижайся кипарисовик но тканский пендула тоже обожаю просто великолепнейшее растение в этом году он уже хорошо пошел прямо стрельнул в рост очень красиво я его застригаю друзья и всем рекомендую кто его выращивает пристригайте его тогда он будет более пушистый более длинные хвоины вот эти ветки и он не будет так разваливаться вы не будете так зимнего нашего снега южного кубанского боятся кто его на кубани выращивает потому что эти тяжелые мокрые снега все коробят ломают он станет более такой устойчивы очень красивы друзья один из самых часто сейчас задаваем их у меня вопросов что это за тотемные хвойные у вас что это у вас растет с двух сторон от дорожки это туя то я сорт называть иде груд спайр господи цикадка уже так обнаглела на руки садится зараза жду большой опрыскиватель скоро да да вопрос по цикадке тоже много комментариев перескочила сейчас вернусь кто я сама еще не пробовала но буду пробовать препарат который называется бат райдер не знаю насколько он работает по ней ну вот попробую так как эта проблема сегодняшнего дня ну что делать будем возиться с ней так вот ту иди груд спайр то я западная смотрите вообще узкоколоновидная туя очень красивая у нее структура роста но с чем я столкнулась при ее выращивании она периодически выстреливает какую-нибудь толстую ветку идет чуть ли не раздвоение ствола я вот решила вести их узкими колоннами поэтому я раз в год два раза в год нещадно эти ветки вырезаю застригаю и вот сейчас тоже она видите дает уже такие у нее уже более нарощенные видите верхушки вот уже пора стричь сейчас вот эти все молодые ветки обрежу в пополам и буду вести продолжать такой узкой колонной что будет с ними дальше ну судьба покажет может быть просто две колонны как два кипариса может быть мы решимся и скрутим это будет такая арка здесь а может быть вообще будет какая-то спираль уходящая в арку в общем это для топиарных форм у нас выращиваются две вот этих туи ну классные тоже конечно они дают вот такую структуру в саду а есть еще одно листопадное растение в нашем саду которая является одним из моих фаворитов очень его люблю это гипта кодиум гипта кодиум микониеносный листопадное дерево ведет себя похоже чем-то на эвкалипт он отслаивает кожу у него отслаивается и становятся такие белые белоснежные лысые голые стволы прикольно смотрится в парке галецкого есть прямо у них зона с гипта кодиумами уже взрослыми можно полюбоваться растет активно быстро сейчас выгнал бутоны будет цвести у него маленькие микро такие белые цветочки невероятно ароматные очень они пахнут друзья но он должен себя еще как проявлять его называют еще осенняя сирень да но у меня вот он в саду так себя не проявляет он отцветает и у него вот эти вот метелки не краснеет у него должны после вот такие после цветники красные оставаться которые раскрываются такими метлами может быть то что у нас очень близко вода это влияет на него но цветет очень прикольно это смотрится лист вы видите складывается практически напополам сердцевинка темная края светлые и они все вот такими узкими полумесяцами свисают ну интереснейшее такое растение для любителей такого необычного вполне себе можно попробовать кстати у гиптокодиума если я не ошибаюсь 5 зона ему дают то есть он довольно такой морозоустойчивый дружок друзья еще забываю вам каждый раз показать такое красивое растение которое мне невероятно нравится ларапиталум и сейчас покажу насколько он активно классно прирастает очень эффектно держит цвет листа пойдемте посмотрим смотрите как у него красиво молодой прирост формируется во первых это быстро растущий оказывается довольно таки даже в нашем климате растения лист прошлогодний сейчас кажется таким изумрудно зеленым а молодой прирост видите красный но такой красивый у него коричнево-красный оттенок листик маленький шершавые видны прожилки невероятно красиво цветет начинает свести такими как ленточками рваными розовыми супер растет здесь у меня в песчаной земле честно со слабым поливом я за эту зону забываю иногда устаю и не всегда поливаю но выглядит довольно эффектно неплохо приросты этого сезона у него уже сантиметров по 20 из маленького куста он уже в довольно крупненький такой кустик сформировался здесь же растет магнолия грандифлора ферруджина вот она бедняга вся тут железом окутанная подгорали у нее молодые приросты к сожалению вот тоже из-за нехватки полива я так думаю но нарастает огромным кустом очень красиво внизу бересклет форчуна эмиральт энд гол очень красивый лист на полном солнце ярче проявляется конечно его расцветка очень красиво и всеми любимая наша хотенья луиза вот как луиза выглядит сейчас кто-то сожрал мне какие-то улитки вот часть веток на этой бедной луизе но в целом очень яркая видите белые какие у нее красивые прямо приросты красная кора я ее планирую в этом году хорошо застричь и вообще буду пробовать и сдержать в таком большом красивом шаре друзья у нас конечно жизнь на юге вот все южане меня сейчас понимают это настолько жарко понимаете днем это настолько невыносимо жарко вот я сейчас уже зашла в тень потому что чувствуешь сердце заходится поэтому днем берегите себя друзья не работайте в саду отдыхайте днем набирайте сил по основным работам которые сейчас вот на мой взгляд важны и это конечно обработка от вредителей от болезней я сейчас разделяю подбирайте препараты я не могу вам какие-то рекомендовать не рекомендовать я все время что-то разное пробую меняю вот сейчас попробую сделать обработку батрайдером и обязательно через некоторое время сделать какую-нибудь обработку препаратом или скором или строби или ракурсом но любым от грибковых заболеваний сейчас начинается вот эта жара и сухота и начинается клещ как правило вот поэтому обязательно пробуйте еще окорициды какие-то ну чтобы обязательно вот эти обработки были вы знаете не бывает вот этого неуходного сада и не может он без нашей помощи и как бы мы не любили этот мир но вот я сегодня столкнулась еще с такой проблемой вы знаете я посадила себе штамбовую сосну и в общем смотрите красота летит у нас тут такие огромные летают цапли бесподобные я прошу прощения отхожу потому что всегда ими так радуюсь их полетом даже картину себе повесила чтобы эту цаплю наблюдать вот тотемная какая-то птица у нас так вот друзья по обработкам как бы мы не любили этот мир вот я смотрю у меня что-то там сосне происходит и я сегодня подошла смотрю а там в корнях в ее ну такой муравейник я не видела такого вы знаете мне пришлось ее вытащить из земли и я что только не делала я и просыпала этими порошками от муравьев эти корни они понимать а шевелились влажность там или что им там так подошло я и в речке их промывала и мне пришлось даже пересадить эту бедную сосну на другое место чтобы хоть как-то вообще спасти ее поэтому как бы мы не пытались тут гармонично с этими насекомыми сосуществовать все равно приходится как-то контролировать эту популяцию приходится все равно держать руку на пульсе вот такое вот у нас южное лето вот такой у нас июль ну ничего страшного у нас все август друзья впереди август и нам надо прожить его и продержаться и конечно обязательно друзья поливайте свои сады поливайте свои растения делайте дождевание потому что когда стоит такая жара рассчитывать на то что пролил дождь и все хорошо с этим садом будет даже с учетом что у вас все замульчировано контролируйте обязательно не давайте им стрессовать заботьтесь и они отзываются потом такой любовью такой радостью вот такая вот друзья прогулка всем большое спасибо за просмотр не забывайте подписывайтесь на наши группы у нас есть ссылки прикреплены в описании на телеграм-канал на телеграм-группу в которых мы общаемся на группу ватсапе по интересным растениям добавляйтесь всем будем рады будем общаться дружить всем мира добра любви цветущих садов и до встречи в саду друзья